Привет всем! Представляю вашему вниманию очень бюджетные очки для FPV-полетов, которые стоят 38 долларов, без учета кэшбэка. То есть так еще дешевле выйдут. А если на рубли переводить, это на текущий момент где-то 2250 рублей. Ну это вообще как бы за шлемак целый. Значит комплектуются инструкции на английском языке. Комплектуются также двумя антенками, клевер и патч у нас, потому что есть диверсити на нем. Комплектуются с зарядным устройством и АВ-ин у нас там. Выход есть, провод есть. Плюс две салфеточки. Одна влажная, другая сухая. Так, крепление на голову тоже естественно есть в комплекте. Ну обычное, обычное, да, ничего в нем такого нету. Как видите здесь нет никакого крепления сзади для аккумулятора. Все почему? Потому что внутри уже есть аккумчик. То есть вот он. Вес чистого шлема 164 грамма. Плюс антенки, плюс это, ну грамм наверное 200 с копейками будет. Весит все это дело. Смотрите размер. Обалдеть. Очень маленький. 3 дюйма. Экранчик внутри 3 дюйма. Разрешение 500 на 300. То есть не ожидаем какое-то супер вау качество. Так, если мы прислоняем, у меня, ну у всех форма лица конечно же разная. То есть у меня есть засвет справа-слева, нос практически полностью закрыт. То есть вот эти две части у меня чуть-чуть просвечивают. Но не знаю насколько это скажется на полетах. То есть будет это видно или нет. Поэтому уже посмотрим там. Давайте выключим звук. Так, здесь устанавливаются две антенны. Соответственно AV-IN у нас разъемчик. Справа есть кнопочки. То есть полное менюшка. Меню входим, да, там листаем. Она коротенькая. И включение-выключение. И скан. Здесь 40 каналов. 5,8 ГГц. То есть все как мы любим. Плюс вентиляционные отверстия есть. Снизу тоже какие-то два отверстия. Ну и все. Просто рифленые. Здесь налицо у нас получается мягкая проставочка. И как говорю засвет небольшой, но есть. Посмотрим как это будет. Ну, к примеру, там в солнечную погоду. Может быть все нормально. Вот. Внутри аккумулятор однобаночный. 500 мАч. Да, вроде 500 мАч. Нам обещают время работы 1 час. Вот. То есть заметьте, что вы не налетаетесь. Но это обещают 1 час. По факту еще меньше. Я думаю, минут 30-40 он должен вытянуть на штатном аккумуляторе. Друзья, да давайте пойдем в поле. Посмотрим его. Каково за 37 баксов, за 38 летать. Возможно или нет. Стоит, не стоит. Посмотрим на его качество. Вперед. Вы только посмотрите на его размер. Реально. Он очень миниатюрный. Достаточно легкий. А вот этот вот E-Chain Goggle Stool. Вот такого размера. Показываю. Разница. Обалдеть. Ну тут понятно, там и экран больше, и все больше. То есть здесь тоже. Но я сейчас уже полетал. Сейчас я вам расскажу о нем. Значит, давайте полечу. Сидит нормально. То есть под себя подстроил. Вообще, в принципе, не напрягает. То есть никаких перевесов вперед нету. Все четенько. Так, сейчас полетим и покажу. Значит, на шлемаке у нас идет автосканирование. Есть менюшка. Она самая простая. То есть это у нас яркость. Тут вот все изменять. Так, сейчас. Изменять, да? То есть плюс-минус мы меняем. Переключение идет. Инпут. АВ. АВИН. И все. Менюшка пропадает. И частот. Ну, поиск у нас автоматический. Но мы имеем возможность на минус и плюс переключать. Для точного, как бы, подбора, если вам это нужно. Вручную. То есть без проблем. Так что вообще, как бы, менюшка незамудренная. Ничего толком нету. Сейчас показываю вам полет на нем. Взлетаем на нашем бюджетненьком квадре. Так, значит, смотрите. Знаете, какое первое впечатление у меня было от них? Это то, что они больше приближены не к шлему, как таковому, да? У которых огроменный экран. Здесь все-таки маленький экранчик. А больше приближены уже к очкам. То есть реально. Больше к очкам, потому что изображение здесь получается мелкое. То есть смещен дальше. Сейчас пойдем у травы. Но все видно. Грубо говоря, неплохо в них видно. Поэтому летать в них реально возможно. Но есть один косяк. Нету регулировки межзрачкового расстояния. То есть повезло вам. Не повезло, это уже будет зависеть от ваших глаз. То есть реально так, потому что мне не повезло. Мне очень тяжело в них летать. У меня получается какое-то косоглазие, что ли. И у меня очень устают глаза. Вот. То есть это косяк большой данного шлема, что если вдруг по какой-то причине они вам не подойдут, то все. Так, повернемся сюда. Вот так лучше видно. Но в целом за свои деньги, если купить, да, там, с кэшбэком еще дешевле и какой-нибудь купончик применить, то вообще просто, я считаю, неплохо. За 30 баксов там, ну, с копейками получить такой шлем с DVR-ом. Здесь у нас пишется частота еще, заряд, встроенный аккумчик, но можно питать будет его и от внешнего. Ай, кто-то ко мне пристал там. Ааа, сейчас, секунду, какие-то жуки атакуют снизу. И, как видите, я его легко очень снимаю. То есть очень легкий, держится на голове очень хорошо. Вообще претензий к этому нет. Вот, то есть сейчас полетал и чувствую, что глаза, блин, были, ну, типа, вот в каком-то вот таком положении. Реально, вот эту регулировку обязательно нужно в шлемаках, потому что у всех разное расстояние. То есть, ну, вот, блин, большой минус, конечно. Большой. Но в целом прикольный. Легкий, больше приближен к очкам. То есть изображение, экранчик маленький, оно достаточно четкое. То есть нету какой-то вот ребристости, да, вот этой вот, не ребристости, сейчас скажу, как зернистости, а как в больших шлемаках, когда у нас маленькое разрешение. Здесь этого нету, поэтому здесь мне понравилось тоже. Ну, как бы далекое такое изображение получается. Но свой минус есть. Поэтому, друзья мои, если рассматриваете какой-то первый шлем для каких-то первых FPV-полетов, честно скажу, ну, сойдет. За свои деньги я бы, наверное, мог рекомендовать. Но повезет, не повезет. То есть реально усталость у глаз у вас может появиться, если вдруг вам не повезло с расстоянием, да, то тяжело летать, тяжело. То есть вы держите там 3-5 минут, нужно отдыхать. Реально, в этом есть большой минус данного шлема. Но в остальном он мне реально понравился, достаточно хорош, достаточно прост, легкий, небольшой, миниатюрный и за свои деньги летать можно. Друзья мои, ссылочки на Banggood найдете в описании, на шлем и на другие шлемаки. Как экономить на своих покупках с помощью Letyshops также есть в описании, как покупать во всех магазинах дешевле. Так что заходите, регистрируйтесь, совершайте покупки дешевле и летайте по FPV. Выбирайте все квадрики, шлемаки и всем удачи! Пока! Ты любишь покупать в интернет-магазинах, но все еще покупаешь по полной стоимости? Знай, есть способ экономить на своих покупках. Пользуйся кэшбэк-сервисом Letyshops. Возвращайся в своих покупок почти в тысячи магазинах по всему миру. 2, 5, 8, 10, вплоть до 18% кэшбэка. Устанавливай расширение для браузера, чтобы не проспать свой кэшбэк на новых сайтах. Приглашай друзей и получай часть их кэшбэка к себе на счет. Все, что нужно, это перейти по ссылке под видео и зарегистрироваться на сайте letyshops.ru. И с этого момента ты не будешь покупать по 100% стоимости свои любимые вещи. А первая неделя пользования принесет еще на 30% кэшбэка больше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok